КОНЕЦ И Вячеслав Голубовский, участник команды КВН «Счастливо». Вова, Слава, добро пожаловать в студию. Привет. Здравствуйте. Ребят, первый вопрос прозвучит по структуре, напомнит вам немного КВНовскую разминку. КВНщики сейчас стали чаще появляться на региональном телевидении. А как еще изменилась ваша жизнь после Сочинского фестиваля? Ну, отбою нет, от мысли, когда же нас куда-нибудь позовут, если честно. Но на самом деле изменилась жизнь, неделя только прошла почти, пока еще не поняли, или что вообще, как будет меняться, но мыслей в голове очень много. Но это касается дальнейшей нашей КВНовской жизни, так скажем. Давайте сейчас внесем ясность для наших телезрителей. На фестиваль было зарегистрировано больше 500 команд. Как он проходил? Какой был формат? Это была одна большая игра, где выбрали победителей, или это иной формат, где команды оценивали, распределяли по лигам и так далее? Это был скорее оценочный формат, то есть был первый тур, он длился три дня. Любая команда могла выступить в первом туре, и уже по результатам первого тура ей давался либо повышенный рейтинг, либо просто спасибо, либо, конечно же, то есть это второй тур, это самая, можно сказать, высшая награда. Какие результаты показали команды из Алтайского края? Из пяти команд три команды получили повышенный рейтинг. Кто это был? Не зарекайся, из Уфсин команда, команда Квеншишки, и из села Сочевка команда Квенэкстрим. Получается счастливо, и кто подставил к ролику Роджера, статус участника, подтвердили свой, так скажем, статус участника этого фестиваля. Мы ездили за медалями, если честно. Хорошо, что означает рейтинг, повышенный рейтинг, это для чего вообще придумано? Ну, повышенный рейтинг, то есть вас, скорее всего, позовут в Централку какую-нибудь, из центральных лиг придет приглашение. Второй тур, здесь уже вы попадаете в какую-нибудь телевизионную, скорее всего, лигу, опять же, зависит от приглашения. Но на самом деле на фестиваль множества лиг вы можете даже без повышенного рейтинга заявиться, съездить, попробовать свои силы, и вас могут взять в сезон. Таким образом. Насколько мне известно, после этого фестиваля КВН, руководство КВН-движения, приняло решение отменить взносы во всех лигах, которые сейчас есть в Международном Союзе. Как вы считаете, это серьезный шаг для развития КВН-движения в стране, в нашем регионе? Это, безусловно, конечно, большой шаг, потому что привлекать будет больше КВН к себе команд, потому что многих, скорее всего, отталкивал сам финансовый вопрос. Ребята просто на энтузиазме же все это происходит, самодеятельность, так скажем, пишут где-нибудь в студ-клубе или где-нибудь в общежитии свои миниатюры, а когда встает речь о каких-то суммах заоблачных для обычных студентов, это уже немножко отталкивает, они остаются играть у себя в университете, на факультете, либо в городе ей не дали. А так как отменили эти взносы, теперь есть возможность просто скопить на билеты, где-нибудь переночевать, скопить эти деньги и выступать. То есть без взносов уже много легче будет это делать. То есть я правильно понимаю, раньше, чтобы принять участие в официальной центральной лиге, нужно было за это заплатить еще, да? А можете примерно в суммах сориентировать, какой был сумм? Ну, смотря какая лига. Чем выше лига, тем больше сумма. Знаете, в каждой группе любой команды КВН, ну, которая чего-то более-менее добилась в своем регионе, можно было увидеть любой пост о сборе денег. Это говорило о том, что КВН — это все-таки игра в минус, так скажем. То есть ты с нее не зарабатываешь, даже если ты успешный КВНщик. Потому что были большие взносы. Ну, скажем так, чтобы поиграть, насколько я знаю, на первом канале, одна игра стоит около 200 тысяч рублей с командой. Ну, как правило, это компенсируют спонсоры, конечно же. Когда ты на телевизоре, у тебя появляется возможность привлекать спонсоров. Но если ты играешь в менее телевизионные лиги, которые, ну, нигде не показывают, но она тоже значимая, то там тоже суммы немаленькие. Ну, порядка там, я думаю, что от 10 тысяч, в зависимости от лиги, до 100 тысяч вполне они доходят. Ну, про Азию 25 я слышал, что вроде там... Ну, ближайшая центральная лига к нам, Азия, да, сейчас? Да, там 20, по-моему, или 25. Было. Это независимо от проживания, питания, перелета. Ну, это было. Сейчас можно совершенно спокойно. Да. Отсюда и вопрос. Какие дальнейшие планы у ваших команд? Куда планируете ехать, играть? Куда вам можно с вашими результатами после Сочинского фестиваля? Да я думаю, что пробовать надо в ту же Азию хотя бы попасть на фестиваль. Вот нашей команде пришло там несколько приглашений. Одно из них там в Омской лиге поучаствовать. Омская лига тоже неплохая, но имеется в виду, она не является центральной. Это такая же просто официальная лига, которая стала наша сейчас Барнаульская. Но несколько команд там попали в премьер-лигу из этой лиги. Поэтому, ну, вот сейчас мы пока в раздумьях думаем, куда нам после фестиваля... Вообще мыслей много сейчас, как дальше будет все это у нас происходить и куда ехать. Ну, в Барнаульской лиге 100% будем принимать участие. Это наша домашняя лига. Вот, она нам будет помогать проверять то, что мы будем новое придумывать материал, куда можно потом дальше показывать. Ну, и радовать зрителя, который уже вас любит, и вы их любите. Слав, у вашей команды какие планы сейчас? Ну, нас не знают, но... Ну, Рубцовская лига, значит, 100%. Это первостепенная задача. Вот, нас там ждут, нас там эти 5 человек любят. Вот, но в дальнейшем... Ну, конечно, это Барнаульская лига КВН, в которой мы 100% будем участвовать. Это лига, в которой мы играли, в которой нас, ну, наверное, кто-то знает, помнит. Ну, и, в принципе, это не затратно. И когда ты чаще играешь в КВН, у тебя появляется больше возможностей, больше материала. Ну, конечно же, хотелось куда-то съездить. Но я пока не думаю о каких-то центральных лигах. Потому что, ну, хотелось бы, наверное, просто в другую региональную лигу съездить. То есть, есть Барнаульская региональная, есть, например, ну, условно, не знаю, там, Астраханская, например. Вот, то есть съездить просто, попробовать там, посмотреть. Там другие редакторы, другой зритель, другие игры. И вот, ну, так сказать, померить свои силы там. Заговорили про другие лиги. На ваш взгляд, на опыт каких ближайших, может быть, не ближайших регионов стоит сейчас сравняться? Вот с точки зрения команд, которые достигают каких-то определенных результатов юмора, ну, и развития КВН-движения. Сто процентов Кемерово. Это одна из самых сильных региональных лиг, в принципе, в России, которая выпускает ежегодно команды, которые становятся участниками телевизионных лиг. В этом году, то есть, две команды из региональной лиги Кемерово, то есть, это не центральная лига. Одна из них участница высшей лиги, вторая участница премьер-лиги КВН. То есть, это две лучшие лиги России. Вот, получается, две команды поехали сразу в две телевизионные лиги. Да, они играли до этого очень много, но, тем не менее, они выходцы как раз вот из региональной лиги Кемерово. Ну, можно Кембридж все серьезно вспомнить тоже. Кемерово и Красноярск, то есть, центральная лига Азии, это вот эти регионы, которые, вот, наши сибирские, которые очень мощно влияют на КВН-движение в целом, то есть, по Сибири, да, и, ну, согласен, то, что вот «Зеленый чемодан» тот же высшую лигу прошел. Моя любимая премьерка. Да, и из Красноярска тоже несколько команд там попали в премьерку. За кого будете болеть в высшей лиге в этом году, кстати говоря? Ну, мы будем топить за наших сибирских застолик, это сто процентов. Ну, это Чулым, Новосибирская область, да. Ну, и, естественно, любимчики, которые, то есть, мы в Сочи очень хорошо познакомились с одним из фронтменов команды «Северяне», за «Северян» будем теперь топить. Вот, «Зеленый чемодан» очень понравились, за них тоже будем болеть. Ну, и имени меня, естественно, это как... Ну, да, я буду импонировать, мне очень импонирует «Зеленый чемодан», все, что они делают, очень классная команда. Это, конечно же, столик, это сибирские пацаны, с которыми, ну, мы играли на одной сцене, ну, не один раз, и которых ты видел воочию, и сейчас, ну, хочется посмотреть, что они будут делать в высшей лиге. Ну, и, конечно, моя личная любовь, это дважды два, люблю эту команду, посмотрю, как они себя проявят вообще в высшей лиге. Команда из «Самары», да, первый раз попали в вышку. Барнаульская лига также на этом фестивале получила статус официальный. Что это дает КВНщикам? Ну, именно если мы говорим о фестивале в Сочи, то выступление, то есть мы будем себя объявлять, как мы участники официальной лиги КВН, выступать не три, а три с половиной минуты. И эти 30 секунд, они важны для КВНщиков? Ну, естественно, важны, то есть там жестко тайминг соблюдается людьми, то есть редакторами, которые просматривают команды, вот, и за эти 30 секунд, ну, можно показать те самые две шутки, которые могут твою судьбу КВНскую решить, куда ты дальше попадешь. Ну, плюс, то есть будут конкурсы, которые, насколько я знаю систему, лично АМИК отправляет каждой региональной лиге, какие конкурсы должны быть сыграны в сезоне. И эти конкурсы, если это лига официальная, должны будут сыграны и в нашем сезоне, вот, и интересно посмотреть, как мы, в принципе, как команды справятся с конкурсами, которых, возможно, раньше не было. Ну, есть обязательная сетка, то есть, если ты играешь в официальной лиге, то есть не два фестиваля, и все, и разошлись, грубо говоря, то есть это будет структурировано каким-то образом. Ну, и, конечно же, это не изменится, но победитель поедет в Сочи, это такая же система будет. Давайте тогда коротко. Какие ближайшие игры ждут Алтайский край сейчас впереди? 19-е. Рубцов. Рубцов с 19-го числа. 26-го кубок молодого избирателей в Барнаульской лиге. То есть, ну, вот, наши команды в этих играх точно будут принимать участие. Хорошо, ребят, желаем вашим командам обязательно успехов. Придем посмотреть на КВН и поболеть за вас. Об успехах барнаульских юмористов на фестивале Кевин-2022 нам рассказали Владимир Шрайнер, участник команды КВН «Кто подставил кролика Роджера» и Вячеслав Голубовский, участник команды КВН «Счастливо». До новых встреч, дорогие друзья, на телеканале «Катунь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова